Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы начинаем нашу новую вебинарную неделю в Директ-Академии. Рада приветствовать всех, кто к нам уже подсоединился и всех, кто еще присоединится. Коллеги, давайте для начала проверим связь, хорошо ли видно, слышно. Плюсики ставим в чат, если у нас все в порядке со связью. Спасибо! Перед началом нашей сегодняшней встречи по традиции небольшой анонс и небольшая полезная информация. Наверху чата в самом начале я размещала ссылки, но сейчас, по-моему, у нас уже эта информация убежала, поэтому я ее повторяю еще раз сюда в чат. Это четыре полезных ссылки. Первая ведет на расписание наших вебинаров на текущий учебный год. Можно заходить заранее, выбирать те темы, которые вам интересны, регистрироваться заранее. Запись этого вебинара появится через несколько дней на нашем канале на YouTube. Это вторая ссылка ведет на наш канал. Там собираются все записи всех наших открытых вебинаров. И на сегодняшний день их уже около 600. Более 100 уже в этом учебном году прошло. Поэтому можно заходить, смотреть, тоже выбирать те темы, которые вам интересны. Если вы пропускаете какой-то вебинар, это не страшно. Записи остаются. Можно всегда их посмотреть. Запись этого вебинара будет вестись и появится на нашем канале через несколько дней. А также всем, кого интересует онлайн-обучение, рекомендую обратить внимание на третью ссылку, которая ведет на страницу наших онлайн-курсов. Особо внимание прошу обратить на те курсы, которые появились у нас недавно. Скоро-скоро в феврале уже запускается курс Елены Локтевой. Очень интересный онлайн-курс. Рекомендую посмотреть всем, кто интересуется онлайн-обучением. И в конце февраля-начале марта запускается курс Ольги Кондратьевой. Связанный с психологией обучения, с работой с детьми младшего возраста. Арт-терапия. Тоже очень интересная тема. Пожалуйста, по третьей ссылке перейдите и посмотрите на эти курсы. Можно уже записываться. Четвертая ссылка ведет на страницу с условиями выдачи сертификата. Сертификат формируется в процессе вебинара. И в конце вебинара будет выдан всем присутствующим сегодня на нашей встрече. И небольшой анонс наших ближайших мероприятий, которые предстоят в ближайшее время. Это три ближайших вебинара. Завтра состоится вебинар «Игры, занятия в педагогической песочнице как средство социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста». Вот такое у нас название. Вести его будет Мария Такмянина, психолог, автор и ведущая тренингов по детско-родительским отношениям. 12 февраля нас ожидает вебинар «Новинка компании Директ Медиа. Арт-библиотека. Обширный корпус литературы об искусстве в арт-портале». И проведет его Павел Юрьевич Калиников, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа и наш организатор и постоянный ведущий наших вебинаров. И 13 февраля нас ждет вебинар Марина Орешко, нашего постоянного ведущего «Анимация – это просто». Будем знакомиться и разбирать все вопросы, связанные с анимацией. Марина Орешко – преподаватель, методист центра «Снейл» и автор популярного блога «Роза ветров Север». Вот такие вот мероприятия нас ожидают в ближайшие три дня. Ну а сегодня нас ждет встреча с Любовью Крашениниковой, очень интересным человеком, профессиональным во многих отношениях, во многих областях. И сегодня мы поговорим о том, как же овладеть иностранными языками, обучаясь на образовательных порталах. И я, пожалуй, приглашу сейчас к нам сюда Любовь Вениаминовну. Любовь Вениаминовна, мы вас ждем. Добрый день. Добрый день. Я передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение. И организаторам спасибо всем, кто пришел. Сегодня, коллеги, я хочу поделиться с вами очень таким любимым своим проектом. Это так получилось, что это вывелось некий проект, как и многое другое, если этим заниматься долго, радостно и старательно. Вот. А именно, хочу предложить, так сказать, как это называется, презентовать вам новый способ изучения английского языка. На самом деле, он относится к любому, это как бы новый метод, фактически, изучения иностранных языков. Вот. Почему новый? Сейчас мы все это посмотрим, все это увидите. То есть, тема моего сегодняшнего вебинара – это овладение иностранными языками путем обучения на образовательных порталах. Насколько я знаю, таким способом еще мало кто английский изучал. Вот. Я специально в своих регалиях здесь упомянула, не столько сделала упор на то, что мой уровень владения языком – это B2 Upper Intermediate. То есть, это для любителя непрофессионала – это самый высокий уровень, который доступен. Вот. Выше уже, чтобы владеть им лучше, надо, так сказать, заниматься этим более, заниматься этим профессионально. Там уже его надо специально изучать, читать значительно больше. А вот на том уровне, который нужен нам с вами, как онлайн-образователям, вот я бы сказала, что B2 Upper Intermediate – это тот уровень, к которому надо стремиться, его надо достигать, его надо поддерживать. Вот сегодня я с вами поделюсь своим опытом такого поддержания уровня владения английским и достигания, достижения этого уровня. И, собственно, его можно называть по-разному, но вот я его назвала так, как здесь написано. Итак, для кого, собственно, этот вебинар? Вот, смотрите, для тех, кто хочет овладеть иностранным языком, именно овладеть, а не просто читать на нем или что-то писать, переводить. Именно такое, то есть до такого уровня довести, чтобы чувствовать себя спокойно в этой языковой среде, знать, что ты сможешь все прочесть, что тебе нужно, так сказать, в процессе твоей деятельности. Это не для тех, кто уже переводчик, синхронист, может быть, у них свои дороги, а для тех, кто, вот как мы с вами, занимается дистанционным образованием, занимается преподаванием. Собственно, для тех, кто хотел бы им реально овладеть, вот для того, чтобы заниматься той деятельностью, которой занимаемся мы с вами. Кроме того, для тех, кому нужно по разным причинам развить навыки овладения иностранными языками. Нужно, это значит, выйти на международный рынок, какой-то проект запустить, участвовать в проекте. То есть, опять же, вести себя уверенно, спокойно транслировать вот эту уверенность партнерам по проекту в международном масштабе. А также это интересно для тех, кто платит за обучение иностранным языкам своих сотрудников или родственников. Потому что в результате овладения, в результате применения этого метода эффект достигается значительно больше. Есть ряд дополнительных полезных выходов. Особенно, я повторюсь, что, подчеркну, что вопросы лучше писать во вкладке «Вопросы» и предложения туда же. Тогда точно это не будет погребено под, как сказать, потоком других высказываний. Лучше это все-таки делать во вкладке «Вопросы». И вопросы можно задавать на тех иностранных языках, которыми вы владеете. Я владею вот тремя европейскими, которые здесь перечислены. Если я смогу, я сразу отвечу, так сказать, на русском. Если я смогу понять эти вопросы, потому что французским и нидерландским я владею, конечно, хуже, чем английским. То есть, на самом деле, на самом таком простом уровне. Но стараемся. Итак, вот такая вам предложена игра. Надеюсь, вам она понравится. Давайте пойдем дальше. Итак, в результате этого вебинара вы сможете начать самостоятельно или в сопровождении тьютера изучать иностранные языки путем обучения на иноязычных онлайн-курсах. Вы начнете делать это самостоятельно. Я очень надеюсь, что вам этого захочется. Вы это начнете делать. И то, что вам это понравится, я не сомневаюсь. Но надо когда-то рискнуть и начать. Итак, что мы сегодня с вами прослушаем, с чем мы сегодня с вами познакомимся на вебинаре. Прежде всего, кратенько рассмотрим эффективность обучения иностранным языкам в России. Потом я, собственно, изложу суть, предлагаемый вам метод обучения английскому. Вы понимаете, что сейчас сегодня я буду говорить о своем опыте изучения английского, потому что, так сказать, как модельный, как модельной системе. Я начала, собственно, пробовать уже на испанском, но пока не достигла таких результатов, которые стоили бы того, чтобы их презентовать граду и миру. Так, я расскажу об основных и дополнительных ожидаемых результатах такого обучения. Рассмотрим барьеры на пути внедрения этого метода и процесс. Как выглядит, собственно, сам процесс со стороны обучающегося, со стороны работодателя обучающегося и более широко со стороны того, кто платит за обучение. Вот. Расперспективные целевые сегменты для продвижения методов мы также рассмотрим и, может быть, достать еще успеем провести некую рефлексию процесса результата сегодняшнего вебинара. Так, перейдем к первому вопросу. Эффективность изучения иностранных языков в России. Вот сейчас я хочу запустить кратенький вопрос, опросник. Так, запускаю опрос. Собственно, я прошу вас поставить крестики там, где, с чем вы, собственно, что вы делали. То есть, изучали ли вы английский в школе, в университете. Я думаю, что здесь наверняка все изучали. Но проверим. Те, кто уверенно владеет английским, могут поставить крестик там, где платили за обучение сами или нет. Вот. Кто платил за ваше обучение. Я очень прошу активно поставить крестики, потому что это очень интересный вопрос. Участвуйте, пожалуйста, в обучении вопроса. Давайте минутку или две времени посвятим этому опросу. Так. Вот я вижу, что платили мало кто. Только два человека из числа присутствующих. А присутствует у нас 70 человек. Это достаточно много. Я думаю, что это свидетельство того, что тема вообще овладения иностранными языками, я подчеркиваю, не изучение иностранных языков. С этим у нас проблем нет. Мы каким-то образом, по крайней мере, мы все думаем о том, что надо быть. А вот тема овладения, тема реального получения результата. Итак. Уже время идет, и мы видим. Так. Показывает результаты. Так. Сейчас вы должны тоже увидеть результаты. Видите результаты? Если видите, пожалуйста, поставьте крестики. Итак. Английский в школе-университете изучала примерно половина. Так. Все видят. Отлично. Спасибо тебе. Большинство. То есть результаты видно. Итак. Что мы видим? Английский изучают практически все. Вот у нас здесь половина. Чуть меньше половины. Поставили плюсики. То есть изучают английский все. А вот уверенно владеют из них 10%. Это даже высокая достаточно цифра. Я думаю, это за счет того, что наша аудитория, коллеги, мы все все-таки люди, занимаемся преподаванием, читаем книги, дружим с онлайн-образованием. Поэтому, конечно, среди нас больше тех, кто уверенно владеет английским, потому что средняя цифра только 6%. То есть только 6% россиян чувствуют себя спокойно в языковой среде. То есть в англоязычной среде. Так. Большинство из нас платили за обучение сами. Некоторым повезло, за их обучение платила организация. Вот. Значит. Среди нас очень мало тех, кто сам платил за обучение своих сотрудников. А вот за родственников, знакомых, естественно, платим уже своих детей. Так. Я не удовлетворяю. Скажите, у вас мало кто платил, поэтому непонятно, насколько те, кто заплатил, удовлетворены. Ну вот видите, картина на самом деле достаточно типичная. Люди все стремятся английским овладеть. И на самом деле школа, университеты, и, так сказать, помимо, так сказать, университетов, учебные центры, много достаточно предлагают способов обучить, овладеть английским. Мы эти способы, как говорил Остап Бендер, воленс, неволенс, активно используем в школе, в университете, по крайней мере. Это обязательные предметы. А результаты почему-то остаются вот такими. Меньше 10% максимум. Владеев английским уверена в результате, несмотря на то, что изучают лет 15, а то и больше. К сожалению, мало кто потом платит за свое обучение. И за себя, и за своих родственников, знакомых мало кто платит. И родственники, знакомые тоже не очень горят желанием заплатить за наше обучение. Я имею в виду все это. Платим в основном за обучение сами. Мы сами вкладываемся. То есть, смотрите, сколько усилий прилагается к тому, чтобы овладеть английским. И в результате что мы имеем? Вот имеем мы то, что мы имеем. Какие выводы? Я отключаю опрос. Спасибо большое всем. Окей. Тем, кто остановит опрос. Хорошо. Так, закрываем. Закрываем опрос. Что следует? Вот вполне предсказуемые выводы. Из опроса. Результативность. То есть, степень достижения цели обучения. Если речь идет об обучении английскому, оставлять желает лучшего. Это такая мягкая формулировка. Потому что, на самом деле, дело намного хуже. А если посмотреть на эффективность, то эффективность соотношения результатов и затрат. Вот традиционных методов обучения иностранным языкам, она ниже плинтуса. Вот даже если смотреть, договориться, что плинтус – это способность вести академическую и педагогическую деятельность на язычной среде. Если речь не идет о переводчиках, то есть о профессионалах. Сейчас мы говорим о целевой аудитории, тех, кто хочет, кому нужно изучить английский так, чтобы заниматься уверенно своей профессиональной деятельностью, не будучи при этом профессионалом в области языка. Так, вот видите, да, Анастасия Владимировна пишет, что много платят за детей. И правильно делаете, конечно. И мы тоже за все это будем платить чуть попозже, пока мы не начали. Но, собственно, обязательно надо это делать. Теперь попробуем посмотреть, что нам здесь может помочь. То есть снова два русских вопроса. Кто виноват, а что делать? Вот кто виноват, мы здесь не будем рассуждать, потому что это не хватит и пяти вебинаров. Давайте ближе посмотрим, что делать. Что мы, собственно, делали? До 2012 года мы самообучались и решили учиться на курсе иностранного языка. Я сама в свое время закончила курсы МОЗГОРА, но это были удивительные курсы, потому что они стоили полные гроши. А занимались мы там полтора года, по три раза в неделю, по три часа. И это, конечно, у нас была Зимкина еще преподавательница. Мне вообще повезло с преподавателем английского. Но дело было не в объеме. Я почему туда пошла сама на эти курсы, это было достаточно давно, когда был участвовал МОЗГОРАНОВ. Я пошла туда отшлифовать язык, потому что уровень был уже высокий в этих курсах, входные требования были достаточно высокие. Но я туда пошла отшлифовать, потому что к этому моменту я достаточно хорошо владела языком путем самообучения. И вообще, да, прежде всего самообучением я занималась. А потом пошла на курсы иностранного языка, чтобы отшлифовать их. Это курсы языка, языковые курсы. На них все из нас обязательно в жизни побывали, я уверена. Минуточку, у меня что-то пишут. Ага, так, извините. Это не относится к этому вебинару. Итак, то есть все периодически посещают курсы иностранного языка. И сейчас тоже. Периодически сами за себя платим, когда это надо, или организация платит. А потом мы кончаем эти курсы. Вот в чем плохо, в чем недостаток изучения языка на курсах языковых. Ты пошел, ты отучился, ты вложил силы, вложил деньги. А потом ты вышел из этих курсов, у тебя есть сертификат, но дальше все. У тебя нет языковой среды. Нужна какая-то языковая среда, в которой вы могли бы, собственно, поддерживать язык. Ситуация кардинально изменилась после 2012 года. Те, которые слушали, не все на курсы ходят. Ну, не обязательно, да. На курсы не все ходят, конечно, да. Но абсолютное большинство все-таки ходит. Те, кто слушал мои вебинары по глобальным образовательным порталам, помнят статистику, что в 2012 году был запущен портал Курсера. Это был тогда еще никому неизвестный стартап, который где-то буквально за год набрал почти миллион слушателей себе за счет того, что предлагал лучшие курсы от лучших профессоров, лучших университетов. Такая простенькая, совершенно такая реклама небольшая. Вот лучший курс, лучших профессоров, лучших университетов. И работало, и сработало это совершенно. Никто не ожидал такого выстрела. Все это выстрелило. Курсера, Юдекс, Юдасити, значит, Фьючер Лен. Безумный рост количества этих курсов, количества университетов, которые... Ну, мы сейчас посмотрим на статистику. То есть в результате после 2012 года появилась возможность идти и учиться на не языковый курс, а просто изучать на иностранном языке практически любой предмет, любую тему, любую область знаний, любую область практики на иностранных языках. Причем этих иностранных языков очень и очень много. Вот, собственно, суть моего метода, она в том и состоит, что мы, если хотим и нам нужно овладеть английским, мы эти навыки поддерживаем и развиваем за счет обучения на иноязычных онлайн-курсах. Подчеркиваю, на иноязычных, не только на иноязычных. Итак, особенность этого метода. Если вопросы есть, пишите сразу, я всем с удовольствием отвечу. Сейчас в свою вкладку вопросов пока нет. Итак, прежде всего, это легче, чем кажется. Вот, не надо сравнивать с русскоязычными онлайн-курсами. Я долго не могла понять, почему люди не бегут и тоже не начинают учиться на онлайн-курсах, которые им предлагаются. Потом, собственно, опять от наших замечательных студентов, как всегда, приходят, общаясь с ними, начинаешь многое понимать лучше. То есть, люди не хотят бояться изучать какие-то предметы на английском, потому что им кажется, что англоязычные онлайн-курсы, они такие же скучные, такие же академические, такие же тяжелые для обучения, как и русскоязычные. Что греха таить? Наше дистанционное образование, классическое, началось оно достаточно давно, это конец 90-х годов. А первое, собственно, еще появление в России курсов открытого университета, лидера, мирового лидера в области дистанционного онлайн-образования, это 93-й год. То есть, вот это дистанционное образование как-то появилось, но давно, и у нас, собственно, и в России развивалось тоже направление. Но вот наши дистанционные курсы страдали, то есть курсы страдают излишней такой академичностью. Ну, зайдите сами, посмотрите, вот наша национальная платформа открытого образования, она содержит разные курсы, очень интересные некоторые, но некоторые такие сделаны в лучших традициях, когда, допустим, вам предмет, тема, то есть цель курса, цель обучения излагается таким абзацем, да, вот на полстраницы, там 15 строк, вот вам излагается, вот, в терминах таких компетенций, совершенно кондовых таких, прочитаешь это все по-русски, по-русски, как мои студенты рассказывали, после того, как ты почитаешь, вот, значит, попытаешься, хотя бы приобщиться к этому курсу на русском языке, и думаешь, что вот у тебя уже, называется, зубодробительное такое ощущение, что ты ни в коем случае не хочешь, если не надо, ты пойдешь и получишь этот несчастный сертификат, но добровольно ты не пойдешь туда никуда, никогда, никогда, никогда. И люди думают, что вот анвоязычные курсы, это тоже так же. Это далеко не так. Вот прежде всего, не надо сравнивать, потому что многие анвоязычные курсы сделаны в гуманистической традиции, если у нас превалирует рационалистическая традиция, дедуктивный метод от общего к частному, то анвоязычные курсы многие сделаны наоборот. Тебе предлагается масса разных интересных практических кейсов, а потом из этого делается вывод уже. Ты делаешь их сам, на основании собственной практики, в том числе, это свой индуктивный метод и традиции гуманистические. Тебя сопровождают тьютеры, менторы и так далее. То есть не надо сравнивать, англоязычные курсы легче изучать в целом. Второе. Этот метод предполагает тьютерское сопровождение. Для чего тьютерское сопровождение? Для того, чтобы было легче делать правильный выбор, то избыточной среде, образовательная среда, цифровая крайне избыточна, вариативна и провокативна. И чтобы принять там правильное решение относительно своего обучения, то есть какой курс выбрать, да, прежде всего. Вот для этого нужны тьютеры, которые, значит, интернет-оведы, как сейчас я прочитала у Галины Ватамбетовны-Солдатовой, которая долго, 10 лет со своей группой изучала пользование. То, как наши русские люди пользуются интернетом. Вот, очень интересные статьи, много написано ее группой на эту тему. «Спасибо им большое». То есть вот эта среда, то есть этот метод предполагает тьютерское сопровождение для того, чтобы делать неправильные, поднимать неправильные образовательные решения. Этот метод работает в кратко, как краткосрочной, так и средней, так и долгосрочной перспективе. Сначала, на самом деле, я решила, что буду разговорить о долгосрочной перспективе, но на самом деле их краткосрочной тоже работает. То есть если вам надо срочно где-то делать, допустим, вебинар готовить по определенной теме, Вот точно так же вы идете на образовательный провайдер онлайн-курсов, массовый в частности, находите там нужный курс, буквально там за один день можно проскочить первую неделю, наработать риторику, наработать какие-то концепции, идти с этим выступать. Этот курс, этот мой метод ориентирован не на массовый секрет. Конечно, массу народу через это не проведешь, это очень индивидуально, это очень тьютерский такой метод. По темам языка уровня владения предметов ограничений нет никак. Сейчас мы поговорим о том, почему. Есть ограничения по уровню владения языком на входе, но эти требования более низкие, чем принято считать. То есть, если у вас уровень А2 элементарный, для чего вы владеете, то вы спокойно можете идти искать нужные вам онлайн-курсы и подключать. По железу и софту тоже ограничений нет. Так, Анастасия Владимировна спрашивает, можно ли выучить базовый набор слов, лексику, чтобы подготовить нужный уровень для обучения на английском языке просмотра фильмов? Посмотрите, вот нужный уровень для обучения минимальный – это одно, а просмотр фильмов – это другое. Фильмы бывают очень разные. То есть, для того, чтобы смотреть фильмы, там есть масса требований. Вы должны хорошо знать контекст этот, да, то есть минимальный уровень. Вот просмотр фильма далеко не всегда получается. Вообще, я бы не советовала стремиться просматривать фильмы, их резко и все там понимать. Потому что там может быть очень нишевой английский, допустим, ковбои. Я совершенно не уверена. То есть, я думаю, что они разговаривали далеко не на том английском, о котором разговариваем мы, даже в таких хороших голливудских фильмах. Вот, по крайней мере, я с этим уже много раз сталкивалась. Так, еще давайте посмотрим. Ресурс обеспеченности этого метода. А есть ли у нас достаточно ресурсов для того, чтобы этим заниматься? Суть метода в чем? Надо нам изучать английский, надо нам изучать какой-то иностранный язык. Мы идем и берем онлайн-курс на нужном нам языке. Ищем и находим нужный курс, онлайн-курс по нужной нам теме на нужном нам языке. За счет того, что эта тема нам нужна и важна, и мы ее в какой-то мере знаем минимально, мы уже контекстом владеем, может быть, какие-то термины основные мы знаем. Например, педагогика, персонализация of education, online education, technology, education technologies, допустим, какое-нибудь там управление, project management, что-то такое мы знаем. И вот исходя из этого, опираясь на это, мы начинаем этот курс изучать. А есть ли у нас достаточно курсов таких? Вот смотрите, статистика на конец 2019 года. 110 миллионов студентов изучают онлайн-курсы, находят в них что-то. Но для нас сейчас главное это то, что здесь, вот так же здесь указка, вот смотрите, 13 с половиной тысяч курсов, 13 с половиной тысяч курсов предлагается сейчас в мире онлайн-курсов. Вы можете при этом получить и сертификаты, можете получить даже онлайн-квалификации, я имею в виду, не онлайн, а степень, академический степень. Почему кто-то в участниках, а кто-то в чате, я сказать не могу. Это, наверное, не совсем ко мне вопрос. Главное, что у нас этих курсов более чем достаточно, выбирайте любой. Еще ресурсообеспеченность метода тоже на 2019 год. Если взять Coursera, тематика курсов, вот они, 11, только основных тематик. Вот, курсы очень разные. Заходите на Coursera, там сразу указано, какой уровень этого курса. Этого курса подготовительный, начальный, средний, профессиональный, любой. То есть вот по всем этим тематикам вы найдете курсы вашего уровня, какой вас устраивает. Я еще раз повторяю, не только на изучение этого метода, но и поддержание. Вот, если взять Future Learn, та же самая тематика курса, вот они, вот она. И в том числе и специальный раздел образования есть везде. Так, вот общественная наука, тут в Coursera образования не указано, но есть личностное развитие, то, что нас может интересовать. И общественная наука, в том числе образование. Так, и вот количество курсов приведено для, значит, в мире, да, вернее, по основным образовательным порталам глобальным. Coursera – 3000 курсов на конец 2019 года. Так, Future Learn – больше 1000, почти 2500 на EDEX. Это основные образовательные порталы. Вот, в том числе здесь, по-моему, есть и французские порталы, вот, полутыщи курсов. Здесь, правда, нет нашей НПО. Но у нас на национальной платформе открытого образования есть курсы, порядка там 500 сейчас курсов, по-моему. И многие, да, вот интересно, на национальной платформе открытого образования, в том числе на Coursera, есть много курсов от наших российских университетов, в том числе это Высшая школа экономики, которая входит в Страву Лигу Ключа, это курсы от Пистеха, это курсы от Политеха Питерского и многих других университетов. Вот, так что вы можете, зайдя на Coursera, получить курс, взять на русском, найти, и аналогично совершенно ему курсы на английском тоже. Очень многие курсы англоязычные имеют титры на русском, что тоже сильно облегчает вам изучение этого курса. Так, а вот данные, собственно, 2015 год, я не стала заморачиваться искать на 2019, потому что картина примерно та же. Какие языки используют? Вот здесь вот приведено, значит, 3, 6, 8, это 17 языков, вот, да, даже на баскском, на эстонском, на иврите все это есть, и тем более на русском. Ну, в 2015 году там было не так много курсов на русском языке, но они были. То есть нас сейчас интересуют все-таки курсы на иноязычные, нерусскоязычные. Вот, и здесь вы видите, что можно изучать, это 17 языков можно изучать с помощью обучения на онлайн-курсах. Так, дальше. Этот метод был, но опробирован на себе. Вот, к сожалению, в нем выборки только один, но достаточно длительные результаты. Вот за 2012-2019 год, так сказать, я этот метод опробовала на себе, и вот такие результаты. Начальный уровень в 2012 году был достаточно высокий, вот этот самый АПА-интермедиа. Но я была профессионально связана, я работала с 1998 года по 2012, я работала в западных компаниях, я работала в посольстве Нидерландов три года в Москве, вот, я, то есть рабочий язык, ну, был либо, всегда был рабочий язык английский, либо нужно было составлять, постоянно общаться с англоязычными коллегами, составлять документы, проводить экзамены, составлять, собственно, и вопросы, то есть руководство по проверке, я писала вопросы, все руководство по проверке, экзаменационные вопросы я готовила для открытого университета Великобритании, которые потом на мировом и глобальном масштабе использовались. То есть требования были, была языковая среда, я бы не успешно существовала. А вот с 2012 года по 2019 я была этой среды лишена. Вот, и, собственно, у меня были все шансы, язык совершенно забыть, английский. Но за счет того, что отсутствовала, офлайн-языковая среда отсутствовала, ну, в 2012 году я начала обучаться на Курсере, потом на других образовательных порталах, глобальных там, гуязычных курсов изучала. Начала я, мне страшно понравилось, так сказать, педагогический, то есть педагогический дизайн, пациент-педагогий этих курсов, мне очень понравилось, как это было сформировано. Вот, а та клиента ориентирована в значительно большей степени, чем наша, то есть учиться было просто, обучение, берешь один курс, прошел его и вдохновлен, тут же хочется бежать брать другой. Но в результате я вот за это время изучила более 27 курсов англоязычных, после этого я просто перестала их считать, мне уже неинтересно. И конечный уровень, а сейчас тоже аппоинтермедиат, я не заморачивалась переходом на более высокий, но у меня уверенный просто абсолютно аппоинтермедиат в условиях полного отсутствия, так сказать, в плане языковой среды. Вот. В конце 2019 года нас всех, опять же, направили за счет университета, то есть предложили обучаться, спасибо нашему московскому городскому МГПУ университету, нам предложили обучаться в Скаенге. И я, конечно, влилась в ряду тех, кто хочет. И мне дали, собственно, обучение в Скаенге состояло в том, что определяют сначала твой уровень, и потом тебе составляют программу обучения. И на первом же занятии методист определил мне уровень аппоинтермедиат. Значит, о стоимости, да, мы сейчас поговорим, сколько это стоило в целом. Так, и не определили достаточно высокий уровень, тут же далее предложили заниматься с носителем, я занималась с носителем. И в личном кабинете в Скаенге, хорошая очень платформа у них, висит сразу информация о том, вот ты занимаешься с преподавателем, он тебе ставит оценки. Вот у меня заговорение, это за разговорную речь на английском языке, мой преподаватель, это носитель языка в Нижней Африке, англоязычный, она мне всегда ставит 98% от максимума, 98% от максимума. То есть говорю я очень хорошо, быстро, грамотно, легко, правильно. А вот если уже тесты по грамматике мне предлагают пройти, то там я значительно больше стихи плаваю, там у меня максимум 60%. Но у нас же с вами не стоит задача как бы выстраивать грамматику. Главное на самом деле научиться говорить, читать, говорить легко. Говорить, читать, переводить, слушать, понимать и говорить. Понимаете? И говорить это отдельная песня. Сейчас мы об этом еще поговорим. То есть на самом деле то, что я вам утверждаю, у меня уровень АПА-интермедит терминов уровней и очень высоких терминов по тем критериям, которым пользует преподаватель СКН, носитель языка, у меня очень высокий. В результате какие выхлопы из использования моего метода в течение вот этих семи лет. Вот освоенные темы. То, что я освоила глубоко. Глубоко это, например, по онлайн преподаванию я получила специализацию. Специализация это такая совокупность онлайн курсов, направленных на владение определенным узким спектром навыков, достаточно, тут онлайн преподавания. Вот там получила специализацию. Вот я изучила это глубоко, получила специализацию. А остальные вот эти темы, многие из них, в частности там, кибербезопасность, значит, сторителлинг не очень. Но все равно достаточно хорошо это было серьезное общение с этими темами. Все вот эти темы я знаю достаточно. То есть по каждой из этих тем, из этих тем могу провести вебинар хороший. Вот просто так на вскидку. Поверхностно, более поверхностно. Вот тут вот кибербезопасность, влияние технологии на обучение развития детей, правильное питание по Стэнфордски от Стэнфордского университета, цифровая экономика, предпринимательство в области технологий. Вот. Это все не так глубоко, менее глубоко, чем предыдущая тема, но тоже достаточно глубоко. Итак, что на выходе? Какие у меня были результаты помимо изучения? Прежде всего, я освоила новую профессию. Я стала сертифицированным онлайн-предподавателем. С 15-го года я сертифицированным онлайн-предподавателем, который был подготовлен на курсах Университета Калифорнии вырывания через Курсерл. Это не, согласитесь, это не просто повышение квалификации, это новая специализация. Пять курсов, каждый из которых там по два месяца, так что учился достаточно долго. Мне овладение, вот так сказать, изучение курсов позволило мне отрывать книжку, написать книжку-навигатор по цифровым ресурсам интернета. Так, у меня куча сертификатов об успешном окончании курсов от, так сказать, очень и очень статусных университетов. Топ-10 университетов мира. Это университет штата Пенсильвании, университет Калифорнии в Ирвайне, университет штата Мичиган, университет Северной Китаси и так далее. Так, у нас, правда, вопрос, насколько это ценится и понимается нашими для западных компаний это важно. разработка, мне удалось разработать и руководить, сейчас я руковожу магистратурой по тьютерству в цифровой образовательной среде, потому что я, собственно, эти курсы для чего изучала, меня интересовал тьютерству в цифровой образовательной среде. Я выяснила, что вот так вот напрямую каких-то программ нет по подготовке тьютеров для цифры. Нет, и в ведущих университетах мира тоже этого нет, но само это тьютерство, оно вкраплено, и тьютерское сопровождение, они присутствуют в этих курсах, в этих программах, в вообще программах ведущих университетов, как в офлайновых, так и в онлайновых. И вот в поисках вот этих вот зерен драгоценных я, собственно, облазила эти 27 курсов. Нотивация у меня была такая, достаточно долгосрочная. Я, собственно, много чего этим путем достигла и сумела разработать такую программу и сейчас студентов обучаю. Очень хорошо знаю текущий статус и тенденции в глобальном масштабе. Я имею в виду тенденции в глобальном онлайн-образовании. Я хорошо осведомлена о самых новых темах, в том числе технологиях, которые в онлайн-образовании используются. И, собственно, то, что интересует вас, вас вряд ли так сильно сильно всю аудиторию волнует тюкерство в образовательной среде. Но уровень мой английского, он не только сохранился, он еще и поднялся, потому что постоянное общение с текстами, постоянное прослушивание, просмотр видео, они сделали, в общем-то, в результате я вот, все, что касается моей профессии, я читаю, мне все равно на каком я читаю на русском или на английском. Мне не нужны никакие словари, ну, кроме, может быть, каких-то там глубоких таких психологических моментов, касаемо, так сказать, сложных ситуаций, вот так вот, тогда приходится обращаться к словарю. Мне очень хорошо удается поддерживать контакты с рубежными коллегами, что очень важно при запуске международных проектов. Вот. Сейчас мы запускаем, сейчас мы как раз занимаемся пытаемся развивать я и наш, я имею в виду, институт икоррингового образования, сейчас мы думаем о том, как нам запустить проект совместных исследований с англичанами. Так, я абсолютно уверен, спокойно чувствую себя в путешествиях, вообще в любой стране, потому что сейчас на Вильске говорят везде, что, поэтому для меня совершенно не важно. Главное, чтобы там говорили по-английски. Вот. И на самом деле я сэкономила при этом кучу средств. Вот если тут был вопрос от Александра Егоровича, сколько стоили вот эти 27 курсов. Значит, смотрите, экономия средств. Если посмотреть на реальную стоимость обучения на английском, в том же Skyengi, вот мои занятия, занятия, еще раз спасибо МГПУ за возможность изучать так и воврем английский, поддерживается уровень, стоят 2000 в час занятия с носителем английского языка. Вы мне предоставили право, у меня возможность 20 таких занятий я получила. Вот. Это 40 тысяч. Понимаете, это коротенько так вот, 20 занятий, если заниматься два раза в неделю, то это 10 недель. 20,5 месяца. 40 тысяч. Теперь посмотрим, сколько стоило обучение на этих 27 курсах. Смотрите, вот если опять же посмотреть, я вам рекомендую обратиться к записи моего вебинара по монетизации цифровых навыков, я имею в виду онлайн обучения, онлайн образователей, то там я говорю, что есть разные по стоимости курсы, там просто может быть политика, ценовая политика разная. Например, курс на Курсере один месячный, там тоже зависит от тематики, может стоить порядка 2800 рублей на нашу день. Он всегда так стоит, и до 2014 года тоже. После 2014 года стоимость не изменилась. Это даже в разы ниже, чем тот же курс, допустим, от Пистеха. на русском языке, который он здесь продает. Может быть, я немножко подставляю фестер, прошу прощения, но это реально так. То есть, смотрите, из этих 27 курсов, вот эта специализация, допустим, если взять онлайн-преподаватель, сертификат мне выдал университет университет в Халифорнии в Ирвайне, значит, он мне обошелся в 16 тысяч. Это 5 курсов в течение где-то двух лет. Понимаете, нужно скрести 16 тысяч в течение двух лет, может, даже пенсионер, который не других доходов. А другие курсы, допустим, на Фьючелён курсы стоят сертификат. Это только сертификат. Все остальное было бесплатно. Платил я только за сертификаты, остальное было бесплатно. Та же самая история на Фьючелён. Там просто дороже сертификаты, они стоят порядка 4 тысяч. Там я не платила вообще. Решу, что для меня слишком дорого. Вот эти 27 курсов. То есть, считайте, вот в результате на Фьючелён считайте, даже по самым скромным подсчётам это стоило в течение 7 лет порядка, допустим, 50 тысяч. Всё вместе. По самым скромным, примитивным самым подсчётам на самом деле дешевле. Получается порядка 7 тысяч рублей. Вас устроит такое? Кучи. Вы же, а если вы не будете покупать сертификаты, это вообще бесплатно. Потому что контент, то есть, там бесплатный контент, то есть, вы смотрите лекции, читаете статьи, книги, которые там предлагаются. Но даже если вы не платите, можете платить за задание проверки контроля, а можете не платить, просто почитать вот это всё, обучиться, осведомлённым стать каких-то там интернете вещей. Там же совершенно новые данные, там уже актуальные исследования используются при разработке работы. так. Ой, Александр, Александр, добрый день. От вас два вопроса. Первый, что значит навык дыхания, это я сейчас объясню. Ваше мнение о бесплатном самоучителе Пинцлера. Вот это я не знаю. Я вообще не интересуюсь самоучителями, даже бесплатными. У меня как-то негативное к ним отношение достаточно давно, потому что, как вам сказать, я считаю, что это очень индивидуально. Наверное, это полезная штука, там, наверное, какая-то систематизация идёт, так, наверное, облегчает жизнь для самообучающихся, но я просто ими не пользуюсь. А вот навык дыхания на английском, смотрите, есть проблема. Проблема состоит в том, что можно научиться писать, переводить, читать, понимать, слушать, а вот заговорить значительно сложно. И проблема здесь в том, что каждый язык имеет, требует своё собственное дыхание. Если вы попытаетесь говорить на французском или на польском, где очень жёстко привязано ударение, на французском это последнее слово, по-польском это предпоследнее слово. Если вы начнёте сравнивать, допустим, на китайском, там очень многое зависит от интонации, там её надо очень точно выдерживать, в отличие от славянских языков, где дыхание такое свободное, понимаете, очень у нас. Это, кстати, легко изучить на примере колыбельных разных стран и народов. То, что матери поют своим детям ещё в пренатальном периоде, ребёнок это слышит, он слышит дыхание матери. У него начинает дышать так. Он просто не может иначе. А в результате вот пока, когда мы дышим, каждый язык предполагает свой собственный тип дыхания. Славянский или группа например, финский, да, и вот сильно зависит от ударений. Вот французский последний слог, польский предпоследний слог. И вот финский, да, вот финно-угорский, особенно финский язык. Мои лучшие друзья живут 30 лет уже в Финляндии и до сих пор не выучили язык, потому что там очень странно. Они никак не могут схватить, как там надо дышать. Я тоже не могу. Там ударения так чудным образом расставлены, неожиданно, что они не могут заговорить на нем. Они на нем читают, понимают, они не могут на нем заговорить. Так вот, когда ты начинаешь дышать на нужном языке, вот ты как это, как это ребят, дети делают, дышат они уже, а потом просто слова берут вот из того, что вокруг встречают и ставят в нужное место. И точно так же и заговорите вы. То есть мой опыт о чем говорит? Я хорошо говорю, я плохо знаю про матер. Хуже намного. А у нас поставлено об изучении языка, как? Давайте изучать грамматику. В результате те бедные люди, которые начинают активно изучать грамматику, не пытаясь при этом говорить или им что-то мешает начать, но они хотят пытаться как-то разговаривать. Они так и могут для них все шансы так и не заговорить. А надо дать человеку возможность начать свободно говорить, пусть плохо, пусть не очень, сразу не очень грамотно. Он потом научится говорить более грамотно. Вот я пошла на курсы мозга Рано для того, чтобы понять, а почему я говорю так, а не иначе. Говорила я уже, мне интересно было понять. И вот там мне объяснили, что вот оказывается, что такое герунди, да? Там ты уже начинаешь более осознанно это делать. Ну и все. Вот, собственно, навык дыхания на английском в этом и заключается. И вот этот навык дыхания, его надо где-то... Для чего нужна среда? Для того, чтобы начать дышать в нужном темпе, в нужном ритме. А слова придут сами. Это слова то, что черпать можно совершенно не обязательно. Если я ответила на ваши вопросы, Александр Александрович, я продолжу. Итак, основные препятствия к внедрению. Собственно, недостаточность... Раньше, почему этого не было? До 2012 года. Потому что не было ассортимента курсов, к которым можно обратиться и что-то себе найти. Дальше. не языково-психологический барьер. То есть, значит, о нем я уже говорила. Учиться и так тяжело и противно, а тут еще и на английском. Второе. Русская национальная идея. Вот это я замечаю. То есть, когда я начинаю разговаривать с нашими образователями, со студентами, у них подсознательно есть идея. А вот она русская. А почему на русском этого курса нет? Почему для... То есть, идея, что кто-то должен перевести для них это все на русский. Тогда они это постигнут. Не надо. Надо в себе вырабатывать готовность. Ах, это на испанском. Сейчас я пойду и выучу испан. Все. Вот так, как вот Леонард на Завинчевский можно походить, но тем не менее. Тем более, что в оригинале ты лучше все это поймешь. Трудности перевода никто не отменял. У нас очень многие наши онлайн-образователи такие, которые ставят, позиционируют себя как сильно продвинутые передовые, на самом деле просто берут плохо перевод, переведенные англоязычные курсы и подают его собственное изобретение. Итак, отсутствовали раньше средства навигации вот в этой среде, в интернете вообще и в онлайн-образовании, вот в безумном количестве курсов, не было средств навигации, отсутствовали тьютеры, которые могут быть лоцманами. здесь провести вас по нужным пути. Малое количество успешных кейсов, практически вот он один сейчас перед вами такой кейс и фигурирует. Итак, смотрите, в чем процесс собственно, методика. Вам нужна какая-то тема, вот она, по профессии, по личностному развитию, согласитесь, правильное питание Стэнфордского университета это личное, чем советы наших телеведущих, докторов, не будем называть по ним. Вам нужна какая-то тема, что вы делаете? Вы идете и ищите онлайн-курс или программу на английском по этой тематике. Английский это как модель, можно испанский, можно турецкий, можно тайский и так далее. Ищите, смотрите, а где есть англоязычные курсы на эту тему, что похоже. Просто по ключевым словам. Вам надо онлайн-эдипейшн? Запустили, пошли на агрегатор онлайн-курсов, их сейчас достаточно много, или просто на глобальный портал. Пошли, поискали, по ключевым словам, нашли, выбрали, нашли несколько, выбрали одну и один курс, и вы его изучаете. Все, вы его изучаете. Что вы с этого имеете? Вы имеете с этого знание темы, документы об окончании престижного университета и знание языка. Вот, собственно, вот это вот дополнительный выход от изучения темы на иностранном языке. Мало того, что вы, как правило, получаете лучше, более свежие знания, если вы были свежие данные, вы еще помимо знания темы знаете его. Итак, низкие финансовые затраты здесь, они очень низкие, только на сертификат, на самом деле, чтобы его иметь. Второе, высокие трудозатраты достаточно. Если вы один здесь, то это тяжело. Надо пойти, найти, выбрать, обучиться, сдать экзамен. То есть, высокая в результате, вероятность, не успеха. Это первый вариант, самообучение. Второе, если вы, вас кто-то при этом сопровождает. Та же самая история, как бы крупная, у вас диссертация, вам нужен проект международности, у вас есть какая-то суперважная тема, что вы, и вы ищете тьютера. На это тоже нужно время, но в результате, если вы нашли тьютера, то тьютер предлагает вам эти курсы, он сам их ищет для вас, и разворачивает перед вами целый спектр. То есть, решение принимайте вы сами. Это не преподаватель английского, который говорит, что я владею уникальной методикой, сейчас я вас научу, вы дальше пойдете сами. Скорее всего, вы никуда не пойдете, потому что у вас дальше мотивация не будет делать это на языке. Тьютер предлагает курсы вам, и вместе с тьютером вы эти курсы выбираете. На этом вы время экономите кучу. Дальше вы начинаете учиться, тьютер этот процесс сопровождает. Что значит, сопровождает? Он вам помогает найти, может быть, на первом этапе где-то что-то разъясняет в части, в части добавляет терминологии, может быть, или опять же указывает, где можно найти то, чего вы и знаете. То есть, этот тьютер, он интернет-авет, он еще при этом английский знает. Вот. Экзамен. Это не значит, что тьютер за вас что-то задает, упаси боже. Вот. В это я ввязываться не рекомендую, вот, потому что есть разные способы. У меня скоро будет бинар по академической честности. На уровне технологий это все очень хорошо выводится. В результате что вы имеете? То же самое. Знание темы, знание языка и документ. То есть, прежде всего, конечно, знание темы, документа в окончании знания языка. При этом вы экономите время на поиске курсов. У вас более грамотно попадаете, да? Выбираете, нужно принимать образовательные решения на основе большей осведомленности. Но при этом вам нужно затратить какое-то время на поиске тьютера. Нужно оплатить его работу, что влечет за собой финансовые затраты. Но у вас очень высокая вероятность. Вот, собственно, выбирайте. Здесь есть плюсы и минусы. В каждом варианте они свои. А если посмотреть со стороны плательщика, у вас есть в организации важная тема. Вам нужно запускать сотрудничество международное. Получить доступ к международным грантам. Что вам нужно для этого? Опять же, изучить язык, чтобы, вернее, не вам изучить, а чтобы ваши сотрудники его изучили. Вы ищите тьютера. Это требует времени и денег. Тьютер предлагает, тьютер начинает сопровождать ваших сотрудников. То есть тут уже этот процесс уже тот же самый. В результате выхода те же самые хорошие выходы. Что вы здесь имеете? Вот, допустим, если взять наш МГПУ, который платит тьму пущу денег за то, чтобы провести через обучение в СКНГ свой профессорский преподавательский состав. Здесь, смотрите, во-первых, более углубленное знание важных тем. Занимаетесь вы проблемами психолого-педагогического сопровождения, обучая, дошкалят. Пожалуйста, вы все узнаете в глобальном масштабе про то, как это делается в мире. Вы знаете, это ваши ППСы, буду знать это намного лучше. Так, они повысят при этом свою квалификацию, несомненно, де-факто и де-юро, потому что не будет сертификата. Вы можете этот процесс проводить постоянно, циклически, вы можете зашить это в требования к вашим ППСам, допустим, минимум пять онлайн-курсов по этой теме на английском. В целом, и два из них должны быть иноязычные, на том языке, который нужен вам, как организации. Это очень большие плюсы. Сразу видно, двойной выход и язык, и даже тройной, я бы сказала, во-первых, язык, во-вторых, тема глубже изучать, а в-третьих, это процесс бесконечный, то есть это процесс непрерывного обучения ваших сотрудников. Тройной выход. Естественно, требует финансовый затрат на оплату тьютеров, но тьютер вряд ли берет больше, чем с каенги носитель языка. Высокая вероятность успеха и продвижения организации. Продвижение организации, как организации такой, где сотрудники владеют языком, потому что, извините, даже в наших идущих университетах на уровне зав.лабов мы часто имеем людей, которые владеют английским иначальным уровнем. Это замечательно, кажется. Я это с ним понимаю, но это не менее. Итак, конечно, тьютерам требования определенные и достаточно крутые, то есть, знания цифровых образовательных ресурсов, иностранных языков и развитые тьютерские компетенции, чтобы не быть психологом-консультантом, не учиться вместо того, кого он сопровождает, не мешать ему, не давать советов. Три вещи, которые тьютер не должен делать. Он не должен быть жестким, он не должен жалеть, и он не должен давать советов. Вот. Вот такие развитые тьютерские компетенции. Где таких тьютеров искать? Ну, во-первых, это магистратура, которая сейчас, в этом году, запущена в МГБУ, тьютер в психовой образовательной среде, и мы там активно изучаем интернет, готовим фактически интернет-оведов в определенной мере, и, соответственно, всеми силами стараемся сделать так, чтобы люди шли и изучали это на английском в том числе, и агентство тьютерских услуг. Это новый проект Межрегиональной тьютерской ассоциации, проект Московского тьютерского центра. Я с радостью здесь представляю, здесь телефон и адрес электронной почты, обращайтесь туда. Так, что в сухом остатке? Вот такой у нас замечательный оптимистический вывод. Овладеть английским это трижды реально, коллеги. На каждом своем вебинаре я так или иначе услугу возглашаю. Это легче, чем кажется. Это не стоит у нас в приоритетах по разным причинам. Но если мы хотим, чтобы мы, наши дети, наши сотрудники, наша организация соответствовали мировым стандартам долгосрочных и мы должны к этому стремиться. это не только реально, это интересно, потому что можно заниматься новыми интересными темами для профессионального и личностного развития. Это не требует значительных финансовых положений, вообще не требует финансовых положений, потому что заплатить месяц 1600-1800 рублей за онлайн-курс на курсе это вполне реально даже для нашего пациента. Спасибо за внимание. Сейчас я посмотрю, какие вопросы заданы. Вот народ упорно задает вопросы в общем чате. Так, так, что здесь? Анатолий Петрович спрашивает, у вас есть мнение об онлайн-школе Advanced Ягодки, но очень расточной в России, кучению английского языка, со стороны не знаю. У меня нет об онлайн-школе Ягодки. Я вам объясняю, что мне не нужны онлайн-школы для изучения английского, вы тем самым снимаете проблему, какую школу выбрать. Вы идете и учитесь сами в сопровождении компьютера. Как быть начинающим или тем, кто учил язык в школе, но забыл? Или вообще учил французский, а нужен английский? В какой момент и как им выучить элементарную грамматику, чтобы дальше уже слушать, читать? Значит так, коллеги, что мы делаем для тех, кто не изучал английский вообще? Давайте говорим о английском, о модельной системе. Вы идете и берете хорошие английские детские книги, стихов, песен, молитв, хорошую литературу, ни в коем случае не адаптированную и ее читаете. Ну, например, первую свою молитву в жизни я выучила в возрасте где-то 17 лет. Это эпиграф к одному из рассказов Ренеста Снегуэ. Рассказ называется Now I Lay Me, то есть я ложусь спать. И молитва звучит так. Now I Lay Me Down to Sleep, I pray the Lord myself to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord myself to take. Понимаете, почему молитвы? Потому что молитвы, как правило, написаны хорошими. Детские стишата могут быть написаны самым разным языком. Вы знаете, что по-русски не зря у нас Чуковский, Барто и Борис Захадер, потому что это блестящий, великолепный русский язык. Это Пушкин, Лермонтов, проза и поэзия. Надо главное брать хорошее плечи. очень рекомендую короткие рассказы в Лермонтове, я сама снах читала. И читаете просто стихи. Почему это надо? Потому что поэзия, проза хорошая, настоящая на этом языке, она формирует дыхание. Сразу ни в коем случае не адаптированная. Вот. И вы, у вас вот этот строй возникает. После этого вы берете элементарный учебник для... То есть дальше вы уже начинаете размышлять об этом. Да, тут еще важно, насколько вы знаете русский. Начинаете размышлять об этом языке в терминах русской грамматики. Где тут подлежащие, скажем ему, как все строится. Начинаете какие-то основные глаголы I am, you, I, 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 путем повторения, но главное это делать упорно. Вот как худеть над годами упорно, так и английский надо изучать упорно. Вот. И, так сказать, думать, что кто-то вам путем изучения свойств памяти что-то вам там в течение двух дней быстренько воткнет, ну, в долгосрочной перспективе может быть. Но для долгосрочной памяти она работает так, повторение, повторение, повторение. Репетиция с матроскоплером, как говорили древней. Итак. Так. Если я ответила на ваш вопрос, Татьяна Юрьевна, то если да, если нет, то дайте мне знать, можно продолжить дальше. Так. Татьяна Юрьевна продолжает. Для врачей хорошее знание грамматики имеет принципиальное значение. Иначе можно учить с точностью и наоборот. Я не очень понимаю, почему грамматики именно. Можно учить с точностью и наоборот. Тут я бы сказала, что в целом уровень знания языка очень важен. Если вы беретесь, если знание вами языка зависит то, как вы лечите живых людей, то тут надо просто бежать и срочно эти вот... Тогда для врачей просто прямой абсолютно путь идти и читать, изучать эти курсы по тематике в медицинской. Сейчас очень много курсов для психиатров, для психологов и, допустим, по... в связи с новыми открытиями нашей нейробиологии, вот, как работать, вот, и как это с мозгом, да, с душевными всякими болезнями. И, конечно, там, большие... Только так это можно выучить, путем постоянного повторения. Как это делается, значит, как это толкуется, путем постоянного повторения вы поймете детали. Детали вы поймете только если вы постоянно будете повторять глубоко, в разных контекстах. такую поэзию по-английскому языку. Прямо сейчас вот на скидку, да, я вообще... Байрон. Байрон. Там, да, правда, бывает сложное, там, вокабуляр достаточно сложный, такой романтический очень. Вот. Надо брать ту поэзию, которая хорошо запоминается. Вот. Есть критерий такой, почему хорошие стихи запоминаются очень легко. Я, например, изо всяких усилий выучила поэму поэму Мальковского хорошо, просто потому, что Мальковский великий настоящий поэт. Вот поэты, вот поэзия, она хорошая поэзия, она дыхание дает, настоящее. И поэтому слова запоминаются очень легко. Если же поэзия плохая, то вы ее с большим трудом вообще будете учить. Вот, на самом деле, читайте любые вещи, любое, что вот вам, что видите. А, кстати, замечаю, один из самых востребованных курсов, онлайн-курсов, правда, лет пять назад был в мировом масштабе. Я веду, вот, собственно, вебинары, поэтому, по этой теме, лучшие курсы за, допустим, этот год, следующий, за всю историю онлайн-курсов, онлайн-обучения. Там, один из самых популярных курсов, даже программа, по-моему, была современная американская поэзия, освобожденный Прометей, так называемый. То есть, вот, пойти туда, там посмотреть, да, вот, рейтинг курсов посмотреть и увидеть, о чем там толкуется. Вот, справочная, чисто литература. Ну вот, а так, собственно, тоже классика. Вот, Анастасия Владимировна, я еще поразмышляю, поразмышляю над этим, да, надо просто подумать, помнить, поскольку я, ну, как-то, давать поэзию. Я знала, что все-таки зацепимся мы за это дыхание. Грамматика русского языка, английского, конечно, важны, понимаете, русский язык, знание русского языка, что нам дает? Собственно, как строится фраза, да, что вообще такое предложение, да, что такое временные формы глагольные. Вот, кстати, в английском языке там, по-моему, 16 глагольных форм, во французском 32. Что такое герундий, да, вот, хотя бы, смотрите, у каждого языка есть свои тревочки. Допустим, в английском есть герундий, у нас в русском этого нет. Это такая глагольная форма, которая сочетает в себе свойства глагола несуществительное. Вот, инговая форма, вот герундий, да, инговая форма. А есть инговая форма глагола. Ну вот, в частности, во времени continuous, continuous, вот эти вот, present continuous и так далее. И perfect continuous, там, как это, продолжительное действие, вот там, инговая форма используется. Она совпадает по форме с этим самым герундом. И надо понимать, где у тебя герундий, а где инговая форма глагола. Вот такие вот заковыки довольно интересные. Для этого надо понимать по-русски, что это значит, да, что такое, допустим, прилагать, а что такое существительное, что такое глагол, да, вот свойства герундия в результате какие, что он в себе сочетает. Надо знать свойства глагола. Да, это время, это наклонение, это вид переходный, не переходный и так далее. А существительное, это род, да, склонение. Вот надо понимать, что в себе этот герундий сочетает. А для этого надо русский знать, обязательно. Вот. Но это уже вот вопрос такой, вот общая культура очень сильно здесь сказывается, конечно. Вот. Потому что мозг у нас, собственно, изучение языков, оно, для изучения такого, изучение языка, там очень сильно задействовано свое такое средство мозга, это постановление связи. Он же постоянно это делал. Вот. Так. Какие учебники для изучения грамматики вы посоветуете? Я училась по Бонку. Там я знаю, что ее переписывали, несколько раз переиздавали. Вот. Читать это хорошо, но вот есть проблемы произношения. Могу читать много, но правильное, это вообще не вопрос. Произношение вам поставят любой чат-бот вообще. Репетиторство, онлайн-репетиторство, я имею в виду вот эти вот автоматы, да, искусственный интеллект и всякие, ведущие от ботов, они вам произношение поставят? Вообще не вопрос. Они будут сто тысяч раз с вами это повторять, пока не добьются нужного. Вот. Но я еще раз повторю, вам нужно все-таки вот дыхание процесса. если хотите говорить, то, значит, надо просто говорить. Так. А вот еще вопросы есть. У врачей много источников на языке, но надо правильно принять то, что пишется в исследовании, говорится на лекциях. Это невозможно без знания грамматики. Это невозможно без знания, прежде всего, темы. Понимаете, темы? Темы для того, что вам рассказывают. А грамматика, она нужна только для того, чтобы, может быть, действительно статью понять. Да? Потому что, смотрите, по-русски в русском языке очень много используется предаточных предложений. Я ему сказал, что пора пойти на улицу, так как наши собаки давно не гуляли, а на улице хорошая погода. Вот тут вот три предаточных. Что в английском языке? В английском предаточном, то есть, как бы, можно переводить, вот плохой переводчик, он так и переводит. Это с помощью делает кальпу, будет смакивающая предаточных предложений. Хороший переводчик, который хорошо знает язык, он делает это совершенно иначе. Он делает это туда, запаковывается это в ерунде, запаковывает это все, совершенно другие вещи. В результате текст, тот же самый текст на английском, занимает по-другому меньше объем текста. Слова можно в знаках, там в словах, неважно, полтора раза примерно. И вот это очень четко видно, очень хорошо. А вот поэтому, когда вы читаете статью, тем более о предмете, который вам очень важен, сложен, то вот эта распаковка, что к чему относится, в каком времени, что чем управляет, часто трудно понять, какое слово относится, к чему. Вот. И даже предложение. Побывает понять довольно сложно. Но вот это понимание, на самом деле, оно приходит не столько от знания грамматики, сколько от чтения хорошей литературы. Читайте, допустим, Смирсета Моэма. Прекрасно. Вот. Великолепно. Там достаточно сложные, такие вот, изощренные вещи обсуждаются, но делает он этот, достаточно простой лексик. Вот. Поэтому, на самом деле, знание грамматики вам тут вряд ли поможет. Вы скорее, вот, читайте просто больше, читайте, вот, как бы, вникайте, да, в статьи, вот, просто читайте больше. И вы, у вас тогда мозг перекинет мостик, а вот это было вот так когда-то, да, а вот там, может быть, это здесь вот иначе, то есть, может быть, вообще надо с конца читать это предложить. То есть, слово, которое всем этим управляет, оно далеко не начальство. Так. Учебники из современных. Ради бога, это не ко мне. Я еще раз повторяю, я занимаюсь самообучением. У меня вот, вот, Анастасия Владимировна, письменный английский язык на хорошем уровне, а устный никакой. Ну, вот, типичная история. Вот для этого надо, так сказать, сейчас, минуту. Просто недавно совсем был такой случай хороший, еще яркий, сейчас подзабыл, не вспомню. Именно, что человек боится говорить, но, Анастасия Владимировна, и по-русски-то на новые темы говорить сложно. Вот мы с вами уже это проходили, по-моему. То есть, если вам предстоит экзамен какой-то, да, и вы блестяще все это прочли, все подготовили, вот вы выходите отвечать, вам нужно сейчас по-русски, просто по-русски, речь не говорит там на страну, ну все, забудем про это пока. И вы вдруг у вас, вот здесь вот, да, от чего это происходит? От того, что вот эта терминология, которую вы наработали, чтением и письмом, да, она у вас не проговорена, она не легла на дыхание, его не распознается, дыхательный центр, вот он протестует, а дыхательный центр один из самых сильных, потому что у нас в мозгу. Вы не можете произвольно перестать дышать, вы можете перестать есть, можете перестать пить, а дышать нет. Дыхательный центр очень мощный, от него многое зависит, и поэтому, так сказать, если он, вот дыхание, оно не настроено, вот на это, все, а если вы хотя бы раз это проговорите, вам будет уже легче. Поэтому, пожалуйста, учитесь стихи, говорите песни, даже, даже проза, читайте вот просто вслух, проговаривайте это, у вас уже будет легче, многое зависит, без этого никак. Так, что писать в поиске для нахождения чат-дотов по произношению? Да я думаю, что с этого и начать. Напишите какой-нибудь тьютер по английскому, онлайн тьютер по английскому языку, онлайн тьютер английский язык, и там найдете, там репетитеры есть, достаточно много. Так, коллеги, я вижу, что у вас, вот вопросов есть, Марала Дихановна спрашивает, без тьютера получится изучить, но я же изучаю, получится. Так, очень сложно изучать времена в английском языке. Значит, смотрите, английский язык, на самом деле, самый простой, из тех, которых знаю я. Потому что, вот как англичане, на самом деле, при наличии только 16 глагольных форм, создали литературу, феномен, в мировой культуре, великую английскую литературу. Это для меня загадка. Потому что русский надо изучать намного сложнее. А времена в английском языке изучать не сложнее, чем в русском. Уверяю вас, их всего 16. Вот. Главное начать говорить, и к вам потом, мозг вам установить связи, где, когда, какое время. Вот, например, если вы говорите про, что в течение какого-то времени изучали английский язык, то вы обязательно встретите в таком варианте называется perfect continuous. I have been learning English for 10 years. Я изучала английский в течение 10 лет. Вы это в одном месте встретите, в другом месте встретите, в четвертом месте встретите. И поймете, что вот это устойчиво. Мозг мыслит паттернами, устойчивыми, такими паттернами, такими, как бы, устойчивыми узорами, устойчивыми кластерами. Вот. И он, эти кластеры тут же очень быстро создаёт. Это позволяет им экономить энергию. Он очень экономная вообще вещь наш мозг. Вот. И он, в результате, видит вот где-то вот этот паттерн, ага, во втором месте увидел, ага, в третьем, после этого вас сформировало. И вы потом уже автоматом будете говорить I have been working for 10 years for this company. Я работала на эту компанию в течение 10 лет, совершенно не задумываясь о том, perfect это continuous или это вообще past simple. Да, это, как это, или это present and definite. как-то. Past simple, да, Past simple. Нет, Past simple вообще нет времени, это в французском Past Sam. Вот. То есть, очень сложное время, поэтому не могу согласиться. Так, Татьяна Юрьевна пишет. Скороговорки, вы знаете, скороговорки это интересный вопрос. Я думаю, что да. Главное, чтобы это было весело. Чтобы это было хорошее, правильное скороговорки. Правильно, это значит, чтобы там было, было правильное дыхание, чтобы это не было каким-то таким, вот у нас очень много всяких стил. Почему? Вот, поздравительные стихи из интернета. Они, как правило, очень плохие. Плохие они в том плане, что они не передают эмоцию. Реально, они говорят, там нужные слова есть, но эмоции они не передают, потому что эмоции передают через дыхание, а дыхание там отратительное. Оно не, не, не то. Поэтому, значит, не надо их брать из интернета, а? Скороговорки. Берите, опять же, классику для детей, вот такую хорошую английскую литературу. Где брать хорошую английскую литературу? Ну, это вот вопрос. Тоже, надо взять одну хорошую книжку и найти там что-нибудь про другие хорошие книжки. Так, Татьяна Юрьевна пишет, поддержу вас в том, что для изучения грамматики достаточно любого простого учебника, даже Бонг, который все ругают. Потому что их сейчас все и ругают, Бонг, вот в наше время было вполне себе хорошее. И что грамматику русского языка тоже необходимо знать. Конечно, но только вузы ее не помнили. Вузы, студенты не помнили. А, ну, кстати, они никогда и не помнили. Преподавателям английского, да, по этой причине сложно учить. Но вы знаете, тут вот, если не надо грешить на наше время. У меня был, конечно, замечательный учитель по-русскому. Мы с ним до сих пор перезваниваемся. Вот. Он нас приохотил к чтению Пушкина и прочей хорошей литературы. И вот я благодаря вот такой дружбе с нашим учителем, у нас были кружки Пушкинский, Лермонтовский. Вот. Мы там активно занимались и провели походы. И вот в результате вот на позитивном эмоциональном фоне хорошие учебники были, Бархударов и Крючков, как сейчас помню по русскому языку. Вот. Я просто помнила многие правила. Но правила существовали как бы сами по себе. Я на них совершенно не зацепилась. Вот. И помню, что на третьем курсе как-то мы сидели, был перерыв в лекциях. И я сидела как бы так вот полуотключки, так глубоко задумавшись, потому что тяжелый был период. И вдруг соседи, на соседних местах, мои, значит, друзья, однокашники почему-то затеяли разговоры о том, какой глагол переходный, какой он не переходный. Это московский, на секундочку, между прочим, это московский университет, это Лозвоносовский, биофак. Там, слава богу, уровень интеллекта был высокий у студентов. Вот выяснилось, что никто из моих друзей, там, неважно, ту школу она закончила, никто не знает, моих однокашних, по крайней мере, те, которые присутствовали в этот момент. Никто не знает, чем отличается переходный глагол от непреходного. Я на минуту, поняв, что есть проблема, я так стропинулась и сказала, говорю, переходный глагол это тот, который может после себя иметь дополнение без приглога. И все. И отключилась опять. И вокруг наступила тишина. То есть, все были глубоко потрясены, что вот так отшел переходный глагол в средних есть люди, которые это помнят. Вот. То есть, собственно, я к тому, что и в наше время мало, плохо знали вот это правило русского. Вот. Это уже вопрос, что называется, к тому, как нас учат русскому великому и могучему. Вот. Как мы сами ему учимся. Но здесь тоже, на самом деле, та же история, тоже надо читать классику. Так. Спасибо на добром слове. Так что, я бы, честно говоря, изучая английский, предлагала бы студентам, обучая ему, периодически вспоминать о русском. Как это? Все. То есть, давайте поговорим о том, что такое глагол, да? А что такое причастие? А вот в нигерландском языке, вот если в английском есть герундик, это такое, это, У нас есть оглагольное существительное, в английском есть герудии, у нас нет герудии, но существительное оглагольное есть. А вот в ниверландском есть оглагольное на речи. Это такая замечательная фишка в этом языке, которая тоже позволяет экономить кучу знаков, написать это длинное предаточное предложение. То есть в каждом языке есть какая-то совершенно прелестная штучка, которую можно, так называется, завлекать и делать обучение языкам очень интересным. Так, видимо, про сертификаты, получение сертификата это не ко мне, это Татьяна Викторовна. Я закончила рассказ, вопросов больше нет. Это я очень надеюсь, что удовлетворило наших уважаемых 70-летний, у которых хватило терпения и упорства, и мотивации на то, чтобы до конца досидеть здесь. И те, которые ушли тоже по разным причинам, тоже молодцы, потому что они, по крайней мере, здесь какое-то время присутствовали. Я передаю слово Татьяне Викторовне Телегиной. Татьяна Викторовна, мы вас ждем. Спасибо, Любовь Вениаминовна. Большое спасибо за сегодняшний интересный рассказ, за такую, судя по активному чату, очень актуальную тему. Большое спасибо всем участникам, которые приняли сегодня. О нас было немало активное участие в нашей сегодняшней встрече. Сертификаты всем уже выданы, уведомление ушло на почту. Если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, можете написать в чат. Да, мы с этим вопросом разберемся, но, наверное, лучше в личных сообщениях, чтобы не в общем чате, и уже разберемся индивидуально. И, коллеги, напоминаю, что завтра нас с вами ждет интересный вебинар у Марии Токмяниной. Ждем вас завтра в 12 часов здесь, в нашей вебинарной комнате. Будем рады видеть всех. Всем счастливо, всем до свидания и хорошего начала недели. Успехов вам, здоровья и радости от того, что вы делаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!